ПОДГОТОВКА Думаю, обоим нам придется непросто. И победит тот, у кого сильнее характер. Особо много боев его не смотрел. Посмотрел 2-3 боя. Работает в стойке, агрессивен. Ну, я, честно, рад, что мне досталась возможность выступить на таком масштабном турнире. Ожидание, конечно, как и у всех бойцов, это лучший бой вечера и плюс гонорар. Вот. А так, дальнейшие выступления и только вперед, наверх по лестнице. Мурат, ты хороший боец, я уважаю тебя. Пусть победит сильнейший. Ему бы я сказал, варень покажет. И в синюю. Итак, знакомьте с наперниками. Боец в синюю лугу. Ему 26 лет. Рост 180 сантиметров. Вес 70 с половиной килограммов. Профессиональный реликон. 12 боев, 9 побед при трех поражении. Его стиль – ММА. Представляющий бойцовский клуб «Арион» из Азербайджана. Тотик Мусоев. Работаю его за верник красному двухлетки. Боец у 26 лет. Рост 176 сантиметров. Вес такой же 70 лет. Профессиональный рекорд. 7 боев, 5 побед при двух поражении. Его стиль – вольная борьба. Представляющий бойцовский клуб «Ахмат» Благовещенск. Россия Мурат Шахтонов. Редактор поединка. Фильтар Каплик. Давайте слушаем внимательно. Работаем три раунда по пять минут. Еще раз упоминаю. Головой бить нельзя. По затылку, позвоночнику бить нельзя. Локсы можно бить и в голову, и в корпус, кроме вертикальных ударов локтями 12,6. В партере коленом и ногой работаем только по корпусу, по ногам. Сетку, шорты, перчатки не хватаем. Слушай, у меня на протяжении всего боя. Пожали руки. Разочтись в угол. Да, мы сейчас увидели ошибку как раз в графике. Не 26 лет. Конечно же, Мураду Шахбанову, а ему 29. Но ничего страшного. Бывает, это рабочие моменты. При этом как раз необходимо отметить, что топик Мусаев, как отметил также мой коллега Сламбек, что, ну, сверх заряжен к этому бою. И он нарывался к этому поединку. Смотрите, какие длинные рычаги у этого парня из Азербайджана. Прекрасный габарит для этой весовой категории у Тофика. Ну, а Мураду, в свою очередь, предлагали выступать и на вес ниже. И в будущем он как раз-таки планирует переходить туда. О, тяжелое попадание сейчас. Мурад сильно пропустил, очень сильно. Прям даже чуть заболтался. Такой в стане Гроги сейчас находится Мурад Шахбанов. Очень сильный удар пропустил на Тофика Мусаева. Провалился, и тут же левый навстречу пропускает Мурад. Немного в стойке, конечно, ему сейчас не получается. Прорваться на свою дистанцию. Ну, и плюс, он удар-то очень существенно пропустил основной. Да, 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 потрясен, безусловно. Потому что его крутило очень серьезно. И, напомню, весовой дивизион 70 килограммов, 30 граммов. И я вам скажу, что действительно, в роду Шахбанову, наверное, по сути, все специалисты и, наверное, друзья, порекомендовали бы сменить весовую категорию, если он хочет быть сверхконкурентом. Да, это очевидно, Максим, вы совершенно правы. Сейчас трудно ему противопоставить что-то в стойке, более мощному сопернику, которого очень тяжело перевести в партер. Ну, как будто мы видим представителей разных всех категорий. Давайте честно признаемся. И все-таки Тофик Мусаев очень большой. А это нормально для 70 килограммов легких весовой дивизион в ММА. Мы знаем, как многие в этом весе, кто выступает в топе, сколько они гоняют. Напомню вам, гоняют они от 12 килограммов до 25 даже. Есть такие случаи. Двойка в блок приходится. Тофик Мусаев перед этим поединком проходил сборы в клубе «Горец», «Дагестан», «Махачкала». И мы знаем, что в «Горце» прекрасная команда. Серьезный сплав огромного количества чемпионов от Рашида Магомедова, бойца UFC, напомню вам. Заканчивая бойцами прекрасными на другой весовой дивизион, уже тяжеловесы и полутяжек. Да, вот на встречном движении поймал Мурат своего оппонента и пытается перевести. Но, опять же, сделать это будет очень непросто. Мощные, да, вот эти килограммы, они сказываются в клинче. Те самые физические силы, они, конечно же, необходимы будут очень в этом бою для Шахбанова Мурада. При том, что за Мурадом просто огромнейший опыт, но против мощей и физических сил, конечно, не попрешь, как говорят в ММН. Все-таки очень многое, значит, именно физической кондиции, не только по линии выносливости, дыхания, но и по линии того, что ты можешь спокойно переводить, либо защищаться от своего соперника за счет физических сил. Стойки, ну и в партере работы, конечно же, никто не отменял. Ну и вот эта работа в клинче, удары по корпусу со стороны Мурада, не знаю, насколько они возымели эффект, но перевести соперника ему не удалось. Я думаю, что минимальный. Сейчас сам он бросается. Ну это очень неподготовленный удар, и комбинация в целом, она вообще даже не существовала. Просто неподготовленный Мурад подошел к работе в стойке. Я думаю, что за этом он даже может в итоге пропустить встречный, либо в ответе. Но мы увидели, что Тофик не отработал эту позицию. О, вертушка на встречу, он не точно... Да, есть первый перевод в партере. Попытка удушающего гильотина со стороны Тофика Мусаева. Взято. Да, взял, насколько плотно пока, непонятно. Возможность есть, но базовый вольник Мурад Шахбанов, я думаю, что должен... Как раз уже не знаниями вольной борьбы, а как раз грэплингер должен спокойно воспользоваться, да? Ну, уходом от душения. Ну и, конечно же, знаю лично Мурада и уверен, что в данной ситуации он предпочел бы уснуть, но не сдаться. Обладает неимоверным характером этот парень. И вот как раз-таки этот характер и напор это то, что может принести одно из немногих качеств, которые могут принести ему сегодня победу и быть успешным. О, попытка удушающего через руку, да. Слишком близко к сетке, нужно перейти на другую сторону. Да, ну, красный зашел Мурад. Очень близок, близок, но нет. Но для этого нужно высвободиться, да. Из халфгарда выйти, конечно, нужно. Но там и сетка близка. Я думаю, что даже здесь не в технике вопрос был, честно вам скажу, основной мяч, все-таки здесь физических возможностей. Он не смог додавить вообще. Мы заметили, как достаточно легко Тофик Музаев эту руку все-таки освободил. Максим, очень интересно, как судьи будут читать этот раунд. Казалось бы, преимущество... Ну, вы знаете, удар в пах следует, так называемым, апкикам, но он был непреднамеренный и уж точно не был, он, как знаете, заготовлен Тофиком Музаевым специально для того, чтобы остановить. Вот это топ-попадание левой боковой в скачке. Тяжеленный, конечно, удар пропустил в самом начале. И вот справа попал, зацепил он. И тоже болтануло Музаева. От этого пропущенного очень серьезного удара сверху. Ну и при прочих раундах, перевод партер, тейкдаун. Не знаю, как определят судьи. Да, и закончен раунд. Сейчас будет время для восстановления. Вот мы видим сейчас, как Ислам Датсаев, фенц-президент Али Яхман, как раз очень серьезно не просто советует исполнить конкретную работу Мураду Шахбану, а говорит даже об использовании локтя в ударной технике, когда он находится именно в доминирующем положении в партере. Продолжение следует... Мы ждем начала второго раунда. Очень интересного, увлекательного поединка. И причем с такими обоюдоострыми возможностями. Оу, справа как попадает. Да, и здесь сразу же ее вперед. Жесткое попадание было. И здесь, смотрите, колено пытается доработать. Плывет сейчас Мурад. Но молодец. Да еще раз справа пропускает сейчас Мурад. Очень жесткий удар. Всквозь, правда. Да, пошел, конечно, вперед. Неожиданно довольно. Тофик Мусаева буквально продавил он соперника. Несколько раз попал справа и перевел в партер. Здесь, конечно, тяжело будет Мураду. Очень мощный Тофик. Вот сейчас по туловищу как раз пытается Тофик отработать. Несколько ударов. Но мимо цели. И здесь, смотрите, локоть. И такой хаммерфейст, молоток прилетает точно в цель. И Мурад пропустил несколько жестких очень ударов в область подбородка как раз и челюсти. Очень неприятное начало раунда для Мурада Шарбанова. И очень легко перемещается в партере Тофик. Сначала сайд, позиция. Потом тут же опять сейчас все-таки остался на сайд контроля. И вот в этом должен, конечно, Тофик сейчас иметь преимущество. Сайд маунт, позиция Тофика. Пытается он закрепиться, здесь проводить добивание. Да, что бы сделали ученики Абулмана по Нурмагомеду, это, конечно, растянули как косун-косун в этой позиции. Одну руку, набезлиживаешь и бьешь другой, забиваешь. Позиция гарда. О, Коккио, да. Очень тяжелые руки. Это чувствуется. Классическая гардота. Чувствуется в двух метрах поединка. И опять жестко попадает справа. Жестко попадает справа Тофик Мусаев, бойец из Азербайджана. Напомню, он чемпион мира по Кун-Фу Саньда. Финалист Кубка мира по ММА. О, попытка, да. Попытка треугольника. Кири реваншировал Мурад. Стороны Мурада. Позиция бэк маунт. Ее занимает Тофик Мусаев. Это одна из самых неприятных ситуаций в ММА. И в грэпплинге. И в джиу-джитсу. Хороший контроль. И Тофик Мусаев здесь пытается раскрыть защиту. Мурада Шагбанова. Очень убедителен Тофик Мусаев в этом раунде. Полностью контролирует он ситуацию. Здорово. Работает очень уверенно, передвигается. Здесь как раз сбоку раздобивание очень жесткие и точные стороны Тофика. И очень сильно разрушает защиту. Сетку нельзя трогать. Мурада Шагбанова, Тофик. Представляете, сколько попаданий. Многочисленные пропущенные удары, конечно, сказываются не в пользу Шагбанова. И плюс, смотрите, длина рук. Он даже вот находясь в гарде, казалось бы, да, там, в хафф-маунте, он может очень жестко прикладываться в голову. Маленького роста, невысокого роста Мурада Шагбанова. И при этом очень удобно находиться в любом положении, как раз Тофик Мусаев. Ему, да, не обязательно обходить гард, чтобы быть успешным. Кстати, ну насколько он больше. Это, конечно, сильнейшее преимущество уже было до начала поединка у Тофика Мусаева над Мурадом Шагбановым. Интересный боец, конечно, для российского рынка ММА, и в частности для лиги WFC. В лице Тофика Мусаева у нас появился. Если честно, не слышал об этом легковесить до этого турнира. Несмотря на его внушительный рекорд. Я слышал, как раз даже комментировал этого парня однажды, несколько лет назад. И он также дрался, кстати, в Динамо Крыландском, соответственно, на этой же арене. Тофик опытный парень. Он в Россию уже приезжал. Знаю, есть поражение от Лахина у него и от Магомеда Мухаммеда Перхамова. Очень жесткий улок. Да, в локти. Кстати, в Дагестане также дрался Тофик Мусаев. Оу, левый сбоку еще раз, очень жесткий. Проходил сборы и даже спарринговал с Хабибом Нурмагомедовым. Это тоже достоверная информация. А это для психологии, представляете, как важно. Просто невероятный показатель. И я думаю, что не стоит его с счетов выбирать. Тяжело, конечно, ждать чего-то в данной ситуации от Мурада Шабанова. Мурад здесь просто терпит. Терпит, да. Если быть откровенными и честными. Да, и все-таки Мурад. Вот чего, смотрите, какие тяжелые удары терпит по голове. Тяжелее шоу, Мурад, смотрите, уже, опять же, в очередной раз в состоянии Гроги находится. Очень тяжко ему приходится и апкик с его стороны. Конечно, до последнего он сопротивление оказывает. Показывает вот тот самый недюжий его великолепный дух воинский. Но боюсь, что в данной ситуации этого может быть недостаточно. Да, очень жестко прикладывается Топик Мусаев, Гренден Паун, добивание сверху. Да, целиком остается эта пятиминутка за Топиком Мусаевым. Доминировал он как в стойке, после этого был перевод. Знаете, сейчас, да, пытается, Мурад сейчас с Аунгой Арсену сказал своему секунданту, испаник-партнеру, не поднимай меня, я сам встану. Это вот, насколько вот такие маленькие нюансы, детали, они влияют на общий фактор. А это говорит о его характере, о его воинском духе. Это характер, это истинный характер Мурада. Посмотрите, как нюанс, да, после окончания боя. Мало кто, наверное, даже и заметил, но очень важный фактор. А тем временем нужно отметить, Максим, первый выездной турнир Лиги WCA и забитый под завязку трибуны Дворца спорта «Динамо» в Крылатском. Более того, вчера на взвешивании было очень много людей, пожалуй, больше, чем на некоторых турнирах, наверное, бывает. Это очень показательный момент. Да, потому что, наверное, уже большинство болельщиков, которые следят за развитием Лиги Ахмад, привыкли, что пресс-конференция и официальная церемония взвешивания face-to-face это целая такая история, очень интересная для аудитории. Смотрите, Мурак, за счет волевых, качеств его характера, тяжело ему приходится, это видно. Он готов сражаться, готов сражаться, и он будет это делать. Настоящий воин, конечно, Мурат. Но очень много сил потратил также и Тофик Мусаев во втором раунде. Сейчас он возьмет небольшую паузу. Сам попадает левый боковой Тофик и пропускает с кольца левый сбоку от Шагбана. И сразу же пошел назад Мурат, потому что он понимает, что... Ну и давайте все-таки, вот начинается эти раунды с Ламбек. Вы как базовый борец, я как базовый ударник, я вам искренне скажу, что здесь основное преимущество, конечно же, по весовым возможностям. Видно, что просто огромный парень Тофик Мусаев, физические силы невероятные, и он просто преобладает над своим визави Муратом Шагбановым в этих показателях абсолютно точно. Но я думаю, по природным параметрам этих бойцов разделяют две весовые категории. Мурат Шагбанов должен выступать в полулегком, а Тофик Мусаев способен быть, ну, небольшим полусредневесом. Вот, добивание страшное здесь, здесь тяжело очень. Мурат просто терпит, просто терпит. Да, тяжело, конечно, Мурату приходится. Терпит это избиение, я вам скажу, что... Но есть ли смысл в этом? Вот Тофик, Тофик Мусаев. Этот парень, я думаю, что гоняет 20 кг, мне бы что-то так кажется. Как вам кажется, ослабление? Возможно, возможно. 20 кг уж точно. Возможно. Просто большой. Детишки невероятно сильные. Он еще прибавил по функциональным возможностям. Я думаю, как минимум 80 кг он сейчас. Да нет, ну уж точно. В этом бою он сейчас 80, даже чуть-чуть, даже более. И умеет правильно восстановиться. Уже, видимо, есть навык. Все отработано до деталей. Только парень опытный. Напомню, у Тофика Мусаева 9 побед и поражение. И из них досрочные 7 нокаутов. И 2 победы с обмышлением. Очень серьезного парня, конечно, встретил в лице Тофика Мусаева. Сегодня оппонента Мурат Шабанов. Мурат просто терпит. Удивительный парень, конечно. Удивительный. Сколько он удара сейчас принимает в голову. Конечно, можно задуматься от силесообразности продолжения этого боя. Да, параллельно здесь. Все, да. Виктор Корнеев устанавливает этот бой. Здесь даже во время эфира люди пишут из других городов. И говорят, какой классный бой они видят. И им аж больно. Им аж больно видят вот это избиение. Это очень тяжело. Тяжело приходится сейчас. И, конечно, досрочная победа Тофика Мусаева. Но она нами, наверное, прогнозировалась. Поздравляем мы его с этой победой. И сейчас будем ждать интервью как раз от моего коллеги Асламбека Бадаева с действующим чемпионом Лиги Ахмат Усейном Халиевым. Как раз действующий чемпион на весовую категорию 70 кг. Легкий вес. Вот тот вес, где эти два прекрасных бойца. Тофик Мусаев и Мураш Ахбанов сейчас дрались. Дамы и господа, время остановки будет 2 минуты и 16 секунд третьего раунда. В связи с отказом секундантов соперника от продолжения боя техническим нокаутом победу одержал Тофик Мусуев Азербайджан. И аплодисменты его сопернику Мураду Шакбатову. Сибирь. 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 Хоть я сегодня и не выиграл, первое очень хотел бы сказать, я очень хотел сегодня победить, но не получилось. Я хотел сегодня посвятить эту победу своему отцу, сегодня у него день рождения. Я поздравляю его от всего и хочу сказать, цените своих родителей, пока они есть. Слава Богу, они у меня есть. И отдельное спасибо руководству, я не ожидал, что они меня будут так сильно поддерживать. Да, это было мусорно. Мурат Шахпанов.